Продолжение следует... 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 И мы что-то сделали в этом городе. Это мой город, в котором я служил и защищал. Поэтому мне плохо, когда вы начинаете тут шуметь и буянуть. Не надо это делать. Найдите общий язык. Если не можете найти, я открыт для вас. Пожалуйста, приходите, разберемся. Если вы думаете, что у вас тут... Как этот завод ваш называется? Ну, я не знаю, как он сейчас там называется. Не надо меня к этому пристегивать, чтобы этим не занимался. У меня сотни тысяч таких заводов. Я не собираюсь свою судьбу связывать с какими-то жуликами и с этим заводом. Если вы не хотите каких-то там рабочих мест, хорошо, не надо. Если там 300, я нисколько мне докладывали рабочих мест. Если он грязный, он никогда не будет здесь. Он никогда не будет здесь. И не только здесь. Я не хочу уничтожить вот эту красоту. Я знаю, что вы здесь живете, а не я. Как бы я не любил бред. Поэтому вы неправильно акценты расставляете, что это Лукашенко потребен в этой заводе. Да плевать, по большому счету, я хотел на этот завод. Жили мы без него и жить можем. Но это завод, который у нас может быть. Почему? Аккумуляторами все пользуемся. А где берем их? На Западе. А это валюта. Поэтому давайте соберемся вместе. Если вы видите этот завод в другом месте, сбросимся и перенесем его. Если нужно. Но когда этот вопрос встал, я губернатору говорю, я этим новым хозяевам, которые со мной хотели не играть. Потому что Баскел там является тренером команды. Так вы же не знаете, как Баскел туда попал. Он пришел с этим человеком, он тут когда-то в Испании живет. Или жил, вот сейчас пандемия выкинула отсюда. Хочу завод. Распорт с собой. 26 миллионов убытков не начал работать. Зачем? Я говорю, не понимаю, зачем? И Баскел тут, да, вот он такой, хороший и прочий. Он вдвоем. Вот был разговор какой, я вам искренне признаю. А Баскел живет возле завода, семья его живет. Его детишки там. Это я говорю, вот ты иди с ними, голову закладывай за него. Но имейте в виду, завод должен быть, если обрещание собросятся, идите с ними договариваться, они должны были к вам приезжать. Идите с ними договариваться. Заговоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы. И может быть они создадут новые аккумуляторы для электромобилей, которыми я болею и хочу, чтобы вы перемещались. И буду весь мир на это уже самое интересное. Если вы считаете, не нужны, не нужна вам атомная станция, как ваши альтернативщики плявусуют завтра 10 миллиардов евро поддачь, мы России вернем, а станцию закрыли. Ну, закройте. Ленинградская дышит, Игнолинская дышит, еще Смоленская рядом дышит, в Ростове дышит, 4 ядерных станции в Украине. Ну, вокруг Чернобыльская покидывает нам жару. А мы такие умные, нам не надо. Неизвестно, если не дадут что-то стучится, куда ветер ходит. Это было в Чернобыль. Поэтому вы же думайте, это же не мне надо, это атомная станция. Не поверьте, я без нее вошла. Она вам нужна. Это высокие технологии. Нет, мы ее закрыли. Да не закрыли. Пытаемся играть на настроение к людям. И не 10 миллиардов оно будет строить, а около 6. И это наше достояние достижения, что мы отжали 4 миллиарда долларов в пространстве. Это планировали здесь. И не в восторге от этого россиян. Поэтому я вас об одном прошу. Вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагаете. Послушайте, кроме меня их никто не решит. И той власти, которая сегодня есть. Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать. А потому что большинство подравляют. Чем не знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти логические опросы. Это вы, Саша, 3% уже написали на марш. Вы хоть верите, что действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше трех не думаю. Вот они пойдут в кабину и проголосуют. Знают, за что проголосуют. Поэтому не надо нас дергать. Никогда не оскорблять. Гусатый таракан, еще чего-то. Я еще только действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо. А если вы хотите разного рода жюлье защитить, но вы защищаете только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего. Вот пойдите к нему, я завтра вам организую встречу в изоляторах. Пойдите и спросите у него, полмиллиарда, которое он туда перечислил, зачем? Нам что, полмиллиарда долларов эти не нужны были? Не цена картины привел в державу. А на поверку что оказалось? Их картины. А почему мы их сейчас вынуждены были прихватить? А потому что они начали кольцо в воду прятаться. Они начали вывалиться. Деньги, картины. И когда мы в банк пошли, вы знаете, что мы нашли в ячейке? Деньги, это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. Деньги, это боятся, что они взяли. Поэтому мы еще не все говорим, а вы начинаете кому-то подыгрывать. Зачем? У них собственности за рубежом, курами клюют. Они туда уедут, рано или поздно сбегут. А вы то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал. Еще раз говорю, если у вас есть какие-то вопросы, Мои вопросы, вы мне их адресуете. Я еще не забронзовер, как вы думаете. Я отреагирую. Но только не окунайте меня, чтобы я вам заборы чинул. Я уже вложился в Брест до 100-100 тысяч лет. Поэтому заборы, крыши подремонтируйте сами. А то, что вы не можете, я помогу. Ну не могли вы этот обход, или как он назывался, построить. Но я понимал, что вы не могли. Я тут служил, я знаю, что Брест задыхался уже тогда от этой гаммы. Это колоссальные деньги, которые мы выделили. Я еще туда приезжал, смотрел, как там шла отостройка, чтобы вы успели в Пешкелете. То есть я уже вложился в этот город. Теперь вы немножко в Пешкелете. Это мой родной город и ваш. Ну живете-то вы здесь, а не меня. Слушайте, а чините, что вы творите? Зачем вам это надо? Вы уж понимаете, что я никогда не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить страну. Наших с вами детей. Я уверен, что у каждого из вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы эти детки жили в свободной, независимой стране. Ну хватит уже на нас ездить лобчаки под плеткой. Все под плеткой. Ну давайте, как мы будем, мы станем все вместе и защитимся. Ибо нас возьмут в результате этой пандемии. Они нас возьмут. Ну очень тихо и никто не заметит. Вы же посмотрите, что это за пандемия сегодня. Да, болеют люди. Но никакая не катастрофа. В Бресте я вам смогу поздравить. Четвертый день вы уже ушли, как Витебский и Минск от этого ушли. И вы, слава богу. И я за это переживаю. Буду бешенство каждое утро и вечер. Дрожащими руками получают информацию. Весь мир противопрушился Лукашенко. Не тем путем пошел. Тем. Тем, понимаете. Сегодня уже завидуют. Через месяц и рейтинг. Поэтому давайте подумаем о детях. А воевать нам еще придется может в одних окон. Идать. Вот этого не надо допустить. Что мы бесимся здесь и друг против друга. Воюем, бросаемся друг на друга. Зачем? У нас же есть проблемы, которые надо решать. Пожалуйста, если у вас сегодня есть какие-то вопросы. Вы скажите о них. Глобальные вопросы, которыми я должен заниматься. Если нет, подумайте. Передайте здесь. Вот уполномоченный, уполномоченный президент. Ну, скажите. Можем решить? Решим. Не можем, скажем, что пока не можем. Насколько. Только давайте без митингов. Потому что завтра меня обвинят в том, что я выступаю против митингов, а сами привели митинг. Ну, во-первых, то, что вы сказали западную фрону. Ну, ты представься. Я догадываюсь, что. Но. Демьян Никасевич. Ты кем-то роботовест? Не знаю. Я думал, а грубил. Пожалуйста. Значит. Что, что вы сказали западный отход, лично от себя говорю. Спасибо. Я думаю, в Вес тоже скажет спасибо. Ну, между прочим, я же... Я понимаю. Но, тем не менее, я так легко это оцениваю, но только в Ростовом районе живу. Что касательно вот этого. Что касательно аккумуляторного завода, вы сказали. Александр Григорьевич, если вы думаете, что общественности нечего делать два года, она должна бросить свою семью, заниматься защитой этой семьи, то вы, или вам так сказали, вы не правы. Я что-то, что сказал такое? Я же этого никого... Я просто говорю, что вот два года, или уже два с половиной года этим идут протесты. Это идут они не на ровную месте. И я лично уверен в опасности этого завода. И мнение следующее, что этот завод в этом месте, он опасен, его нужно перенести. Есть решения, которые позволят этот завод перенести и окупить этот перенос. В Бресте не одно это проблемное предприятие. Есть предприятия в центре Бреста, которые мешают развиваться Бресте. Мы выступали с этой инициативой. Снять решения, те предприятия, которые создают проблемы, и перенести туда, все равно на это нужно деньги тратить. А этот завод перенести в Чернобыльскую зону. Она заражена, она еще сотни лет будет непонятна. Вы были в Минобильске, проезжал через Гомель... Не говорите, как только вы в Чернобыльской зоне завтра это услышат, то против вас, так называемые, чернобыльцы войной пойдут. Если вы хотите перенести, извините, что перебил вас, это в 30-километровую зону, то простите меня за это, я могу вам предложить поехать туда, директором этого завода. Вы там будете работать в 30-километровой зоне? Нет. А в остальных зонах там живут и работают люди. Это у вас в Бресте кажется, что это по-другому. Там люди уже работают. Для найти место, где 20-километров ближайших населенных пунктов нет, не организовать пластырь, будет опасно быть пилот. Давайте сделаем это. Россияне выработали хороший вариант решения таких вопросов. Хорошо? Хорошо. Разберемся с этой политической пандемией. И проведем референдум в Бресте по поводу этого изменения. Явно непопулярная вещь ни для кого, а популярная среди населения. Сядем, потолкуем, как, где, что. И я с удовольствием запишу себе очко или несколько очков, что внес это предложение на референдум в Бресте. И как народ решил, так и будет. Скорее всего, наверное, будут, если хозяева не объясняют, что происходит там, за то, чтобы его куда-то перенести. Очень трудно в Беларуси компактно перенести куда-то будет этот зон. Скорее всего, его надо будет закрывать. Ну, может, где-то найдут. Конечно, перепрофилировать. Я съездил в Чернобыльскую зону и не думаю, что там, это Чернобыль, это пустыню. Даже в 30-ти километровой зоне, в которой я каждый год бываю, там люди работают. Но на завод я туда людей возить не буду. Потому что там пока ученые, специалисты не советуют строить. Ну, ладно, это ты так, к примеру, сказал. Поэтому давайте вот так и порешим. Это мое президентское решение, мое право. И таким образом мы пошли. И в принципе, после выборов соберемся, соберем хлеб, урожайся. И привезем. Ребят, нам ходить столько времени. Можно там задать? Никита Калюк. Отдринься туда. Отдринься туда. Нормальный парень. Без маски. Маску, если в танке уже, ладно, можете носить. Ну, мой вам совет, на улице маску не одевайте, а не задерживайте, наоборот. Но если, конечно, больная, лучше не ходить в магазин маски, вышла бы и бегом домой. Дома, помещение. Да. Я вам говорю, как человек, который живет, вот постоянно здоровый с людьми. Вы не думаете, что мне особые лекарства какие-то дают. Главное лекарство – заниматься спортом и быть таким спортивным, как господин Бекалюк. Я думал, там какой-нибудь, там вот этот вот. Господин Бекалюк, я просто рабочий парень. Серьезно? Слушай, он даже мыслит, как я. Когда мне говорят, господин, я говорю, подождите, я еще не стал им. Вы в прошлом году приезжали на тысячелетие, поздравленный приезд, тысячелетие. И селили надежду к крещам, высказав свое мнение, что я про Камаля там живу. Так уже ж приезжаешь. А можно еще раз? Еще, ну только давай. Корп, хорошо. Там небо закрыли, и меня жду, что я пролетать буду. Да, значит, вы высказали пожелание обнадеживающего, что брещане, те, которые здесь живут, должны решать. К сожалению, на сегодняшний момент ваше распоряжение не выполнено в полном объеме. Какое? Значит, общественность не смогла высказать законно свое мнение по данному заводу. Мы направили коррективное обращение, которое подписало более 100 жителей города Бреста. Так это же не общественность, это группа. Группа. А 40 тысяч подписок подписано против завода. Ты сказал, что? А последнее обращение. А против завода подписало 40 тысяч. Я лично привез вашу группу. Сколько в Бресту живут? Три, три, три. 40 тысяч подписало. 40 тысяч подписало. Не принял, Бога Богу. Как ты сказал, что тебе зовут? А я думаю, Андрей, Дима, но мы приняли решение, и общественность решила. Я знаю, он прав. У нас в Бресте достаточно проблемных заводов, среди них, на которые мы обязательно побудут, электролампы. Понимаете, без лампочки Ильича никто жить не будет. А сегодня же светодиодные и прочие, они освоили это производство. Почему их не поддержать? Это как фарфоровый завод у нас в доме уже. Один на постсоветском пространстве остался. Конечно, я его буду поддерживать, потому что у него огромный рынок. Потому что так и здесь. Много этих предприятий, мы их будем поддерживать. А по аккумуляторам, как решите, так и будет. Я вам это гарантирую. Я вам просто обещаю. Мы просим вашей поддержкой. Нет, я буду нейтральную занимать позицию. Я организую референдум. А вы только без квадрата, без шума. Определим место. Будете звать людей, дебатировать. Ну, как на выборах. Ну, это железобетонок, вы говорите, что будет референдум. А что? Ты меня можешь упрекнуть, что я когда-то обещал что-то сделать. Нет, ну, уже можно. Притом, это самое простое. Ну, там деньги, соберем все на референдум. Это копейки. Мы готовы. Ты тоже не бедный. Я знаю, дашь немного. Ну, я свою зарплату. Ну, я грыз камни и пошел песок, чтобы что-то выслить. Как и вы все время. Да, дорогой мой. Я не только грыз. Я и ел этот песок вместе с собаками. На улице. Грязные улицы. Поэтому я знаю, что это такое. Я не хочу, чтобы в моей родной Беларуси не только оппозиционный бихолюб, ну, как его называют. Я не знаю. Да, только в экологическом протесте, Александр Ильич. Самый большой сторонник экологический у вас это президент Беларуси. Потому что для меня это святое. Даже я, будучи президентом, дрожу за каждое деревце и сам их высаживаю. Скотину какую-то кормлю, там, на земле работаю. Поэтому вот тут я вот там. Ну, давай сопоставим все за и против и примем решение. Ну, жители Бреста. Общество, что-то такое, знаешь, с точки зрения, попахивает партийностью какой-то. А вот жители, пусть они и решают. Неважно, партийная листья. Это не имеет никакого значения. Я же без партийного. Я был в одной партии, в другую большинство. Но партийный билет, в отличие от некоторых оппозиционеров, не жжет. Некоторые, знаешь, отца родного предали за то, чтобы партию вступить. А потом, когда ветер дунул с другой стороны, они на глазах у вас сожгли партийные билеты. Фамилии не называют. Так, раскинь мозгами, тебе много кто расскажет. Тот,от,от. Я думаю, что это очень важный вопрос. Но сейчас Брещан волнует земля, которая полита кровью наших дедов, и которая нам завоевали, дали право жить на этой земле. И мы не хотим, чтобы она была отравлена. И если, как вы сказали, он состоит в референдуме, Брещане только будут благодарны. В этом ты можешь не сомневаться. Это прямые полномочия президента. Организовать референдум в целом по стране, в любой точке страны, и внести любой вопрос на рассмотрение референдума, кроме территориальной целостности страны. Это запрещены такие вопросы вносить по Конституции. Поэтому считайте, что мы договорились. Спасибо. И если только у нас одна проблема аккумуляторного завода, острая, острая. Да. Он сказал правильно, есть еще и другие трудовые коллективы. Поверьте мне, в своем родном Бресте с вами решим эту работу. Потому что так уже надоело ходить. Два с половиной года. Вместо того, чтобы с ребенком заниматься. Я хожу каждое воскресенье с ребенком. Она выросла. Я домохозяйка, сейчас с ребенком. Но у меня маленькая доченька. Вы и правильно делаете. Нет. Вы сидите дома, заболеете. Поэтому ходите. Два с половиной года. Она выросла уже на этой площади. Понимаете? Дочка. Я самого. А вы сказали, что маленькая? Маленькая. Сейчас ей четыре года. А-а-а. Так как она называется? Два с половиной года. Каждое воскресенье. Ходим кормить голубей. Чтобы не было аккумуляторного завода. Живем рядом. Голубки живут. Очень рядом живем. Они перекармливаются. Они птицы плохо потом переносят зиму. Очень просим вас. Ну, закройте этот завод. Чтоб мы были спокойны. Чтоб мы не ходили на эту площадь вообще. Ну, как можно с вашей общественностью договориться? Да мы уже женщины устали. Я говорю, сейчас закройте. Да не нужен он нам. Мы же там и ходили возле того завода, смотрели. А выйдешь на работу, когда дочка вырастет. Где работать будешь? Найдем, Александр. Я где угодно, только не аккумуляторный завод. Найдем, обязательно. Надо переносить. Надо переносить. Я обязательно побуду на этом заводе. Я даже не представляю, где он. Там свободная зона у них идет. Да, свободная экономическая зона на выезде. И там 3 километра 800 метров до города Александр. И фермы стоят. Развещали вам даже побывать. Рядом поле Александра Григорьевич. И фермы, и молочные. Сажают культуры рядом с аккумуляторным заводом. Ну, как это так же? И фермы молочные. И несем на границу с поляками. Не, не, не. Причем тут граница с поляками. Александр Григорьевич, пожалуйста, закройте его. Не я, ты. Потому что если я, то международный скандал. Александр Григорьевич, мы вас либо просили двух вариантов. Либо своим государственным решением принять закрыть завод. Ну, как мы договорились. Мы договорились с референдумом. Мне тоже очень важно. С широким оповещением. Мне очень важно посмотреть все-таки. Такой лакмусной бумажкой. Все-таки вот как же брестчане примут решение? Я понимаю, что больше всего они будут рассуждать, вот как девчина. Я понимаю это. Потому что, ну, такой вопрос. А что там, закрыть и закрыть? Не меня же. Я как мать. Мы можем перенести. Я как мать. Если бы 43. И у меня брестчан, де-факто, де-факто. Я не знаю, что будет по референдуму, но де-факто высказано. 40 тысяч подписалось против. И они на пустом месте подписались. Ну, если 40 тысяч проголосуют, остальные против, то вот мы закрывать не будем. Но референдум, мы же договорились. Хотя я даю себе чё, что, наверное, люди поддержат вашу точку зрения. От греха подальше. Я этого не боюсь. Потому что у меня, я вам кляну, детьми абсолютно нейтральные позиции. Я считаю, что, я знаю, что этот завод очень нужен. Я знаю, почему эти ребята взяли завод. Потому что есть рынки сбыта. Поэтому по валюте. Для нас это импортозамещение. Это одно из направлений пятилетки будущей нашей работы. Импортозамещение. Мы не можем всё время всю валюту тратить на то, чтобы комплектующую покупать. Вот ты как работяга говоришь, ты это прекрасно понимаешь. Мы в себя должны это производить. Поэтому это одно из направлений импортозамещения. Ну, это не катастрофа. Скорее всего, мы найдём где-то место, где можно построить ещё экологически его. Проштудировать этот завод. Подчистить. И посмотрим, что за оборудование. До меня доходила информация, что якобы там не совсем новое оборудование. Ну, совсем недавно мне доложили там же инженера. Вот, вот, вот он и стоит. Мне рассказывают, такой въедливый. Говорит, пять часов. Пять часов уходил. Говорит, по заводу влез в каждую дырку. Я говорю, ну и что? Ну, сказал, что нормально. А вот на завтра сказал, что ненормально. Неправда, неправда. Ну, верю, что неправда. Но я говорю, за что купил, за то продал. Поэтому я верю, верю. Не будем дискуссию эту разговаривать. Последнюю точку разрешите поставить. По референдуму мы договорились. А можно, чтобы люди уставшие пришли в семьи и побольше времени являлись в семье, чтобы до референдума никаких пусконаладочных работ и запуска завода не было. Никаких пробников. Хорошо. Чтобы ничего не подумали. Вы же так говорили. Мы же рассуждение не отменяли. Нет, мы уже. Но мы волнуемся. Мы же ходим, все равно дежурим возле завода. Извиняюсь. Хорошо. Когда заваруха эта началась на последней серии, я ему звоню, говорю, Анатолий, что у тебя с этим заводом? Говорили, говорили. Я говорю, ну вы разберитесь, если будем открывать, будем открывать, работать, чтобы экологически был чистым. Возьми кого хочешь, иностранцев, пусть проверят, чтобы люди были спокойны. Он сразу, Александр Горьевич, это бандюги, это варьё. Я их видеть тут не хочу. Ай-пау. Ну да, я думаю, губернатор, который, ну я не знаю, кто там у тебя поддерживал, и он так это жёстко выступает. Они обманули, но они всех обманули. То есть он радикальнее тебя высказал. Мне ему сказать нечего, я говорю, хорошо, тогда будем смотреть, что делать. Это последняя версия. Я волнуюсь просто. Да не волнуюсь. Все волнуются, все волнуются, Александр. Не волнуйся, дочка, 4 года, какое волнуются. Тебе дочку растить надо. Так ещё ж туда ездим, дежурим. И что нашла, за что волноваться? За завод. Чтобы его не было. Одно, один ребёнок. Да? Хочу второго, но если будет завод, нет, Александр Григорьевич. За завод 5. Легко, только закрывайте. Завтра переносим. Завтра не рушу 5. Не, ну сразу не буду по очереди, но закрывайте. Значит, меня зовут Гроза Михайлович. Я живу, вот моя жена, я живу в Рестине. Я вижу, что жена тебя так приобрел. Я понял, что... В отношении референдума... Жена вся неплохая, хоть закрытая маска, но по глазам не... Я вижу. По референдуму вопрос конкретный. Смотрите, мы в своё время инициировали в отношении Татарного Завода референдум на территории Брестского района. Нам сказали, что это не компетенция района, это компетенция республики. Понимаете? Это закон. То есть мы сейчас принимаем решение, что? Это республиканский бодрик, или это будет пресс-перебрест. Я же только сказал. Это будет инициация президента. Ну ты что, не слышишь? Вы слышали, что я скажу? Просто переживаем очень. Конечно. И там приводит. Одно дело, когда район инициируют, то наверху там должны по закону утвердить. Я вам гарантирую. Вопрос закрыт. Второй вопрос. В отношении референдума, вот эти тётки, которые будут назначены в избирательной комиссии, кроме их никто бы за ним спросил. Не оскорбляй. Слушай, это твоя жена, кайна тётка. Женщины. Так, твоя жена будет избирательной комиссией. Всё правильно? Веришь, ты ей? Не только моя жена, понимаете? Должны быть простые братья. Ты не будешь. Они так что-то... В семье, они человек, они всё будут. Да не переживай. Будет абсолютно транспарентное, прозрачное. Видео можно будет снимать. Как? Я хоть кино. Ура! Нет, видео при подсчёте. Потому что они поворачиваются, и не видно, что они там вписывают. Что тебе научили? Баба-Рика или Циркала? Не знаю. Слушай, ваше видео... Я сам благословился. Я сам видел, когда я читал. Ваше видео по закону не имеет ничего реальностью. И то, видео можно снять с любого объекта и сказать, что это видео, к примеру, тех галлютеней или подписей, которые якобы вы сдали в центре избирательного. Может быть, наоборот. Поэтому закон это не предусматривает. Оно не подформационно. Да, если ты хочешь снимать эту видео, не запущай. Всё по аккумуляторам снимается. Специально по референдуму. И в подсчёте голосов по нариферендуму. Так там же жена твоя будет. Чего ты переживаешь? Ну так а сколько я с этой комиссией? Кто её уговорит? И никто никогда не уговорит. Ну, в своей комиссии она станет. Да. Нет, она будет в главной комиссии. В главной комиссии? Я вижу, что с твоей женой можно договориться со всем вопросом. Она умница. Сколько деток? Нет детей. Строя. Вот это да. Я поняла. Как зовут? Наталья. Наташа. Как зовут, перенесём сразу. Как зовут, так всё. Сразу лично читаемся. Четверо. У тебя читаем? Да. Можно. Вы говорите о позиции. А у тебя? Моя. Ну, по-моему, что ты ещё можешь. Александр Григорьевич, у нас все мирочки. Мы первый раз пришли. Вот видели вас в 2001 году. Это моя одна тоже, да. Это я изобрёл улицу. Я изобрёл вот это 16 специальных детей. Держи. Ну, у меня недавно сын родился. Пятый сын. Так что идём на Сибирь, героинь. Но двое детей у нас приёмных ещё. Вы разрушили моё понимание об оппозиции в Брест. Нормальные люди. Я вообще в первый раз пришёл. Я не ходил. Я думаю, об оппозиции. Нет. Нам позвонили с предполкома и сказали, что прийти шёл. Но мы тоже переживаем, потому что я люблю город Брест. Я здесь родился в 83-м году. И я хочу сказать пару хороших слов. У нас замечательный мэр города, Роджачук, Александр Степанович. Хотел его заплатить в Минск, но он не согласился. Я знаю, что он с Коблина. И он очень много чего для Бреста сделал. Он очень такой хороший человек. Мы благодарны за тысячелетие города. То, что мы привезли Библию. Разделиловскую Библию. Подарили. Это такая духовная, приоритационная. Это без смены потратить. Ты думаешь, я бы свои деньги купил? Это хороший, это удивительный подарок. Потому что когда установили памятник Библии, установили в нашем городе, лично для меня, для верующего человека, это большая-большая ценность. Поэтому мы развиваемся с семьёй. Мы вкладываем тоже в сироп. Мы 10 лет занимаемся сиропом. До этого 5 лет ещё мы ездили. Да, мы не трудимся. Мы уже воспитали. Одного ему 19 лет, какого-то второго подтягиваем ему 17 лет. А где он будет 19 лет? Он живёт с нами, проживает. Он не пошёл в общежитие. Он с нами живёт. По сути дела, мы к нему прикипели, он с нами живёт. Поэтому про Брест мы очень любим город Брест. И у нас много детей. Конечно же, мы не интересовались этой темой аккумуляторного завода. Но, естественно, мы хотим, чтобы наш... Тот, Михалюк, тебя всё здесь затянул. Я никого не знаю. Не знаю? Мы его не знаем. Я его не знаю, а ты не знаю. Мы его не знаем. Мы просто хотели его на Ульяновске. Дима, ты что-то не торопахуешь. Не зря, но он уйдет, что за реферирует. Я в Минск не поеду точно. Я тоже зовут Дмитриевич, врачи. Я мечтал. Миллион Данилевский. Читал, я в городе Бреста. Да нет, ты не понимаешь? Ну, город Брест не любим. Опять же, это очень приятно, чтобы здесь развивал. Ты веришь, что я не хочу? Я тоже хочу. Для меня Брест, это, как и любая деревушка в Беларуси, это ракон. Я в этом отношении, ну, боже мой, жадный человек. Это мои люди. Вы все мои дети. И это Уля тоже. Вот-то программиста ходила уже. Не надо ей. Снималась. Не надо. Грит, хочу говорить программистом быть. Прислушать президенту. Год проходила. Вот, поэтому она. Прислушать. Поменяем. Легкое будет больше, более легкое. Женщина сможет быть. Так что, все впереди. И, мужики, спасибо вам, девчонки, тоже. Не обижайтесь, если где-то что-то не так. И помните, что страна у нас остается. Да, вы? Обещаешь? Держи пока. Не пускай его на площади. Мы будем дальше ходить. Спасибо вам. Я хочу ехать. Спасибо, что пришли. Я думаю, что в Бресте это будет иметь определенное решение. Только в интернете не искривляется на пути. Все доброе. А, Леонид, а можно селфи сделать? Селфи? Да. Ну, я-то селфи. Да, давай. 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 Приложение. Сколько приложений. Жалко, что Басов ничего не сказал. Да? Давай. 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 Господи, что ты это? Наводите. Спасибо. Да. Пойдемте мы все. Пошли. Давай. Давай. Смотри, у нас так у нас. Как более сидеть, да? Да. Пойдем. Давай. Спасибо. Хорошее от тебя дело. Можно еще раз акклевару? Мы акклевару, все мы очень хотим. Ваши деньги. Спасибо.